Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы рады встрече с вами. И сегодня в нашей студии речь пойдет об истории. Истории в Монте-Сури классе 6.12. Я вас приветствую, это образовательный проект «Секрет детства». Сегодня в нашей студии великолепная Анна Лукьянова, в Монте-Сури педагог 6.12 с самим дипломом из Уфы. Анечка, здравствуйте. История в классе Марии Монте-Сури это история изобретателей и инноваторов. Это история в первую очередь людей. Люди это часть природы и в то же время они выходят за ее пределы. Мария Монте-Сури вводила такой термин как надприродный мир или супранатура. Это тот мир, который создал человек за пределами природы. И который, в общем-то, зависит от этого мира, потому что то, как он будет нами создан, будет напрямую влиять на наше место в нем и на удовлетворение наших базовых потребностей. В течение работы по истории в курсе Марии Монте-Сури мы выделяем всегда три дара, которые есть у людей и которые отличают человеческое создание от других живых существ. Мы говорим с детьми, что у нас с вами есть разум, который думает. У нас есть свободные руки, которыми можно творить и делать удивительные, прекрасные вещи. И у нас есть сердце, которое может любить. Причем любить не только себя и не только своих близких, свое близкое окружение, но и любить тех, кого даже не видишь или любить совершенно неродных тебе. Мы предлагаем детям выйти за рамки событий и отступить от войн, завоеваний, политических интриг и дат для того, чтобы они могли сфокусироваться на людях. Мария Монте-Сури верила, что такой подход к изучению истории разовьет в детях чувство общности со всеми людьми, неважно из какого они времени или места. Она верила, что с такой подачи дети, ставшие взрослыми, будут направлять свою энергию на инновационные подходы в решении мировых проблем без предвзятости и предубеждений, размышляя. У нас есть общая проблема, одна для всех. Как мы можем решить ее вместе? Это то, что мы, как Монте-Сури гиды, Монте-Сури учителя, конечно, должны держать постоянно на прицеле у себя в головах.